Приветище! Это Пейн, и сегодня мы продолжим спасение человечества. В прошлой серии мы нашли убежище в том самом городке, который находится у нас за спиной. И мы даже задружились с жителями этого города, но, к сожалению, нас никто не пустил в убежище. Все, что нам оставалось сделать, это вернуться к Южу, маленькое собакоподобное существо, ездящее на слона коне. Но, поскольку мы находились практически на другом краю света, в пустыне, бежать обратно мне сильно не хотелось. К тому же, по пути я встретил странные строения. Конечно, меня это не сильно удивляло, потому что я ранее так не видел, ведь на этой земле любое строение обладает головоломкой, которую обязательно нужно решить и получить что-то очень важное. И вот стреляю я с рогатки. Прыгаю на платформу. Снова натягиваю рогатку. Стреляю по мишени. И, казалось бы, все. Загадка этих развалин, она разгадана. Осталось только перепрыгнуть на вращающейся платформу. Забраться на эту чертову скалу и забрать свое сокровище. А именно свиток. Ну, каково было мое разочарование, когда платформа провернулась. Я запрыгнул на эту скалу и увидел чертовы металлические пластины. К такому жизнь меня не готовила. Я даже не знаю, чем их разбомбить. Понятное дело, мой деревянный меч не был готов к такому событию. Я продолжил свое путешествие и наткнулся на еще одно строение. Огромную башню. Пейзажи здесь, конечно, были очень красивыми. А строение, к которому я подбирался, было не менее интересным. На нем были странные рисунки в виде солнца. Пробраться внутрь, понятное дело, можно было только окольными путями. Что я, в принципе, и сделал. На втором этаже не было ничего интересного. Ну, разве что лифт, который я мог вызвать и подняться сюда, где я сейчас и нахожусь. А вот, посмотрев наверх, я увидел кучу платформ. И понял, что нужно взбираться еще выше. В душе у меня таились сомнения по поводу этой башни. А вдруг я взберусь наверх, а там снова эти металлические листы. Но в этот раз все обошлось. И наверху, к сожалению, кроме сферы Ихтионов, ничего не было. Телескопов ранее в игре я не видел. И это было любопытно. Но, к сожалению, использовать его нельзя. Вдоволь набродившись по пустыне, было решено отправляться обратно. Но в ущельях меня поджидал Белозлоб. Причем не один. Они были очень недовольны, что я пробегал мимо них. Помимо Белозлобов, в этих ущельях я нашел еще пару сфер. И, конечно же, не обошлось без происшествий. Хорошо, что в этот раз не со мной. Несколько собирателей чего-то не поделили и устроили потасовку. Я решил не вмешиваться и просто пробежать мимо. Оказалось, что пробежать мимо это тоже сложная задачка. И один из ярко-перых бросился за мной в погоню. И тут я услышал слона коней. Они подбежали ко мне, но не помогли. А ринулись бежать вместе со мной, как настоящее стадо. Выбравшись с пустыни, я набрел на болото, где ждала меня избушка на курьих ножках. Хотелось бы, но нет. Еще одна башня с еще одной загадкой. Поднимаясь на лифте, я понял, что кроме пухляшей в этой башне никто не живет. Уж очень много было здесь гнезд. Но наверху меня ждал славный подарок. Еще одна сфера. И вот, проделав длинный путь, я уже было вернулся туда, откуда начал. И нужно было всего лишь найти Южа, который помог бы нам пробраться в убежище. Но я наткнулся на еще один тайник. Тайник в горе. Снова сфера их тенов. Но в этот раз, помимо нее, здесь были еще и дороги. В коробках были взрывчатые растяжки и хлопушки. Наконец, мы прибыли. Дом Южа. Я рассказываю ему о ситуации. Прошу помощь. А он говорит, что он не Юж, а его старший брат, Заб. Конечно, мне пришлось размусоливать и рассказывать ему все по-новой. Кто я, откуда я, и что я здесь делаю. В свою очередь, Заб поплакался, сказал, что не с кем торговать, потому что городки здесь очень маленькие. Но если я их расширю, то, в принципе, он нам готов помочь. Все, что нужно, принести ему несколько жетонов. Поднявшись на второй этаж дома Южа, а может быть и старшего брата Заба, я увидел здесь костюмы. Их было три. Похоже, это и есть знаки различия, о которых говорил Заб. Кажется, стражники носят крепкие туники, а собиратели ходят с пустыми корзинами. А вот корзины торговцев никогда не пустуют. Это снаряжение дало нам понять, как выглядят собиратели, охранники и торговцы. Каждый из этих классов имеет свой жетон. И получить эти жетоны можно было двумя путями. Первый. Это использовать хлопушку. Самый гуманный метод. Но вся проблема в том, что нигде не рассказывают, как пользоваться этой хлопушкой. И я очень долгое время пытался ее установить сам. Как ты понимаешь, все тщетно. Скорее у меня получалось установить вязанку дров на дороге, чем что-то похожее на растяжку. Помимо хлопушки, был и другой метод. Нам нужно было напасть на собирателей, на охранника и на торговца. Ясное дело, это не совсем гуманно. К тому же, растяжки я еще ни разу не ставил. Настало время подготовить почву. Я вернулся на болото и решил задружиться с ярко-перами. У них также было убежище, но находились они гораздо ближе, чем пустыня. Ну, было одно большое но. Эти ярко-перы очень сильно со мной враждовали. Пришлось так знатненько их задобрить. А когда моя репутация из враждебного достигла безразличия, я решил войти в их деревню. Первое, что я сделал, когда вошел в деревню, я начал все осматривать и планировать, где бы поставить растяжки. Добежал до лидера деревни и посмотрел, как он медитирует. Добежал до местного тотема деревни и посмотрел, как у них все плохо с провизией и населением. Учитывая, что это птицы, спальные места у них больше были похожи на гнезда. А еще я увидел странное строение в этой деревне, которое привлекло мое внимание. Обычная стена, но разукрашенная. Преодолеть ее никакого труда мне не составило, но то, что я увидел, меня разочаровало. На следующий день я принялся ставить растяжки. Это было очень глупо и дерзко с моей стороны. Посередине деревни, когда все население было в центре, поставить растяжку. Понятное дело, яркоперы очень сильно обозлились на меня и устроили погоню. Как только я выбежал с деревни, я сразу решил проверить репутацию с яркоперами. Вроде бы все было нормально. Это означало, что хлопушки никак не влияют на наши отношения. Поэтому я установил еще парочку и запугал этих яркоперых. Хотя сказать запугал, ничего не сказать. Да, один меня клюнул. Прямо в то самое место. Но хлопушка сработала и я смог забрать у него жетон. Это был жетон торговцев. Оставалось достать еще один жетон. Жетон охранника. Если собирателей и торговцев можно было различить, то охранников нужно было поискать. Но хорошо, что в деревне оказался стенд с их нарядами. Как я понял, фиолетовая накидка это охранник. Встретив одного такого в деревне, я решил с ним поболтать и узнать, что он вообще может мне рассказать. И он мне рассказал про убежище, в котором древние люди очень любили проводить время. Поскольку тот охранник стоял, я приметил еще одного. Но он направлялся в центр. Делать было нечего. Это единственный передвигающийся охранник. Поэтому нужно было прямо перед его носом поставить ловушку. Все прошло по плану. Охранник выкинул свой жетон, но подобрать его я не успел, поскольку на меня налетела толпа яркоперых. Пришлось выбегать с этой деревни вместе с испуганным охранником. Ну а когда все улеглось, я вернулся обратно в деревню и забрал оставшийся жетон. Вернувшись к запу, он был удивлен, что я выжил. Но как он и обещал, он поможет мне попасть в убежище. Для этого он дал мне план повышения эффективности деревни. Когда я предложу этот план лидеру деревни, он просто взвоет от счастья. Но сперва этот план эффективности нужно разработать. Конечно же, разрабатывать я его буду сам. Так сказать, на корточках. Все, что нужно было, это собрать три жетона, которые у нас уже были в карманах. После изготовления этого плана, нужно было его либо вкинуть в коробку подношения, либо отдать продавцу. Я выбрал второй вариант. Как только я передал план эффективности, все жители покрылись какой-то позолотой. Они начали блестеть. Словно светятся от счастья. А лидер деревни так вообще сверкал. Лидер был доволен. Он рассказывал нам о том, что теперь мастера и строители переполнены вдохновлением. А это означало, что они готовы расширить свою деревню. И как только они будут готовы улучшить ее, лидер ждет нас в гости. В улучшении этой деревни я был тоже заинтересован. Поселению требовалось подношение в виде провианта и материала. Несмотря на их вдохновение, у них все равно были проблемы в деревне с этим. А мои карманы штанов трещали по швам. В них было все необходимое для этой деревни. Оставалось лишь передать все это продавцу. Вначале я отгрузил провиант. Приличное количество. Затем я отгрузил материал. После проделанной работы, лидер деревни сообщил, что ждут только меня. И деревня готова преобразиться. На территории поселения возвелись новые дома. Тотем стал выше и теперь обладал двумя огнями. А само поселение стало шире. И помимо всего этого, стенка, которая укрывала убежище, была разрушена. Но металлические листы по-прежнему были на своем месте. Нужна была помощь Запа. К тому же он обещал навестить эту деревню. Зап был просто счастлив, что план наш сработал. И подарил мне немного взрывчатки, чтобы я подорвал эти металлические пластины. А также мы узнали, что слухи поползали, и другие жители этой земли также захотели улучшить свое поселение. Подобрав бочку взрывчаткой, я направился подрывать эти металлические пластины. Да, это было громко. Зато проход расчищен, и пора узнать, что же внутри. Древняя конюшня Попав в это убежище, означало, что мы очень близки к спасению человечества. Естественно, любопытства у моего не было предела. И нужно было провести разведку. Что же здесь? Здесь висело огромное количество гоночных флагов. На входе меня встретила огромная стойла, в которое можно было загонять слона коней, пухляшей, белозлобов и других существ. Кстати, пухляшей здесь было огромное количество, и они бродили по всей территории конюшни. И если честно, создавался эффект не конюшни, а какой-то фермы. Слоны кони здесь тоже оказались. Пришло время заглянуть в дом и зажечь первую свечу. Здесь было уютно, несмотря на то, что посередине дома росло огромное дерево, кругом трава, очень много разрушенного. Но, тем не менее, здесь можно жить, если все отремонтировать. На полках я нашел интересные книги, которые рассказывали о двулыках. Это существа, которые похожи на собак и моржи. И эти собак и моржи очень любят закапывать всякие ценные вещи. И в то же время раскапывать эти ценные вещи. А на втором этаже я нашел интересный рубильник, который не очень-то и хотел поддаваться. Но, починить его нужно было, ведь он вел на третий этаж. На книжной полке я заметил выделяющуюся книгу, которую можно было выдвигать и задвигать. И таких полок было несколько. На каждой присутствовала такая книга. Вначале я думал, что разгадав эту загадку, я открою дверь. Но это было не так. Я двигал эти книги туда-сюда, на всех полках, и не понимал, в чем же дело, как же разгадать. Ответ был прост. Возле рубильника была карта, как должны располагаться книги. Выполнив все условия по этой карте, ничего не произошло. Тогда я решил попробовать дернуть рубильник. Я получил доступ на третий этаж. И чем выше, тем больше загадок. Конечно же, я читал все книги, которые находил, ведь в них были полезные факты. Также я узнал, что люди, которые здесь жили, занимались изучением животных. Но одного животного, под названием Светлоболот, им так и не удалось увидеть и поймать. По описаниям, это похоже на змееподобное существо с огромными клыками, выползающее на охоту по ночам. Что немаловажно, в этом убежище был найден главный ключ убежища, но его нужно было изготовить. Еще древние люди описывали в своих книгах самый крепкий и твердый материал. И речь идет об окаменелой коже большелюда. Очень прочная штука. А как мы помним, большелюды это мамонты. На втором этаже я заметил еще одну открытую дверь. Она вела в небольшую лабораторию, где древние люди проводили свои эксперименты. Здесь также было очень много книг и все различных инструментов. В одной из книг я наткнулся о том, что пухляши в целом бесполезны. Но они обладают очень крепким и гибким позвоночником, что позволяет людям на них прыгать. Также в этой лаборатории была найдена небольшая разработка, которая по всей видимости раскалывала какой-то материал. Но из книг я узнал, что эта разработка не была доведена до конца. Когда я узнал о пухляшах, я сразу же побежал пробовать и тестировать их. Но к сожалению, запрыгнуть мне на них не удалось. К тому же в книгах я нашел очень интересную информацию о том, что древние люди умели приручать животных, практически любых. Поболтав запом, я узнал, что он самый активный сев из всего племени, то есть он самый быстрый. Но даже это не помогло ему поймать всех существ и вернуть в загоны. Он также упомянул, что у людей в этом здании было оборудование, которое помогало им приручать животных и заводить в загоны. И если я поймаю всех животных, это оборудование будет моим. Я сразу же принялся искать это оборудование, даже не зная, как оно выглядит, и наткнулся на странные механизмы, до которых было сложно добраться. Но до одного рубильника можно было рукой подать. «Музыка» «Музыка» Пробежав спринт, открылась стойло, в котором сидел Белозлоб. Именно Белозлоба нам нужно было поймать и отвезти в стойло. Вначале я думал, что они здесь не враждебные и очень добры, но я ошибался, и поэтому мне придется выступить в роли наживки, чтобы он за мной побежал в стойло. Конечно, бежать он за мной не очень-то и хотел, оказалось, он был очень ленив. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи моей рогатки и разозлить его. И таким вот образом мне удалось заточить в загон Белозлоба, несмотря на то, что у меня даже не было оборудования для приручения. Вот так прошли несколько дней моих увлекательных путешествий и приключений в Пейнт. Если тебе понравилось, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и комментарий. А на сегодня все. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok